Живая или искусственная? Вот в чем вопрос. Вы, наверное, уже догадались, что речь, конечно же, о елке. Сейчас самое время украшать свой дом, и наша съемочная группа решила выяснить у тверичан, какое новогоднее дерево украсит их дом, а главное, почему. Кто-то хочет установить высокую елку, которая будет касаться своей макушкой потолка, а кому-то милее украшенная со вкусом миниатюрная красавица. Купить срубленное деревце и выбросить через несколько дней. Сторонники искусственных елок четко объясняют свою позицию. Это баловство, деньги на ветер, а главное, кощунство по отношению к живой природе, считают тверичане. Будете ли вы дома устанавливать новогоднюю елку? Конечно. А какую предпочитаете? Искусственную? Искусственную. Почему? Люблю природу. Искусственную. Ну, как бы, настоящий же это вред природе. Не хотелось бы. А искусственную? Почему? Не знаю. Так завелось, мне кажется. Родители устанавливали искусство, и мы что-то стали. Это традиция семейная. Елочку. Подарочки. А какую предпочитаете? Искусственную или настоящую? Искусственную. Почему? Потому что живую жалко. В том году мы елку ставили, в этом, не знаю, будем, нет. Искусственная, меньше мусора. И все-таки, как вам сказать, настоящую тоже. Деревья рубим. Мусора много. После ели живой. Улочка не живая, а искусственная. Почему? А потому что так удобнее. А вторая причина, потому что елочку жалко рубить свежую, потом ее выбрасывать. А искусственную раз собрал, потом разобрал. Ну и говоря об искусственной елке, тверичане тоже высказались неоднозначно. Существенный минус – отсутствие аромата и навязчивый запах пластика. Изделия изготавливаются из поливинилхлорида. И оно при нагревании выпускает воздух, вредный для здоровья вещества. Поэтому красота имитированного деревца из пластика довольно коварна. Нужно либо отказаться от украшения елки электрическими гирляндами, либо остановить выбор на натуральной красавице, что и делает другая категория опрошенных тверичан. Конечно, естественную. Почему? Ну, потому что запах, во-первых, натуральный. Синтетика и так везде все. В синтетике все надоело. На вопрос, какая елка лучше, не может быть однозначного ответа, поскольку все зависит от личного вкуса каждого. Поэтому закройте глаза и перенеситесь в свои детские воспоминания. Какая елка стояла в вашем доме в новогодние праздники? Именно такое деревце станет лучшим и сегодня, наполнит сердце трепетом, предчувствием светлых перемен и подарит новые незабываемые воспоминания от встречи 2020 года. С наступающим!